Чтобы победить, нужно в команде держаться друг за другом. Я хочу, чтобы каждый мог полюбить море и наш город так, как люблю его я. Стал сильнее телом и духом. Идея была основана на том, что многие хотят помочь. И люди не знают, как это сделать. То есть люди не знают, куда идти. Конкурс «Мой город. Мои возможности» дал шанс проявить не только лидерские качества. Каждый участник мог сделать свой город добрее и лучше. Важно было сделать реальные добрые дела. И поэтому просто пожертвование или активность только в интернет-пространстве в данном случае не засчитывалось. Более месяца участники самостоятельно выявляли и решали важные социальные проблемы в своем доме, дворе, районе и в масштабах города. Конкурсанты помогали детям, людям с ограниченными возможностями, тем, кто просто нуждается в помощи и поддержке. Мы создали горячую линию по вопросам детского рака. Как оказалось, в огромном мегаполисе, и самое интересное, что и во всей стране такая линия просто не существует. Сегодня существует большая проблема дорог, которые нельзя расширить. Мы хотим своим фестивалем показать, что есть альтернативные средства передвижения. Мы пригласили в нашу клинику людей за вторым мнением врача. Все добрые дела, они как-то были плюс-минус сгруппированы. Какая-то часть была связана с здравоохранением, какая-то часть социальной поддержкой, будь то юридическая или просто помочь старшему поколению, какая-то часть с экологией. Конкурсанты действовали не в одиночку. Они вовлекали в свои начинания тысячи таких же неравнодушных петербуржцев, чтобы вместе принести пользу городу и его жителям. Я житель улицы Рубинштейна, и мне захотелось на ней по-женски прибраться. Поэтому я затеяла инициировать программу ее преобразования. Проблему надо было сейчас решать, не дожидаясь нашей процедуры госзакупок. Я вспомнил своего деда, героя Великой Отечественной войны Григория Анатолия Дмитриевича, который каждую зиму своими силами заливал ледовую площадку перед домом для того, чтобы дети могли играть в хоккей и кататься на коньках. Ни одно доброе дело не осталось незавершенным. По окончании конкурса участники продолжат начатую работу, а авторы десяти самых лучших проектов получили заслуженные награды. Субтитры создавал DimaTorzok